В Белом городе на Днестре в парке имени Горького состоялся клубный турнир по большому теннису среди юношей и девушек до 16 лет. В нем приняли участие и совсем маленькие горожане. Это будущие чемпионы, а нынче пятилетние теннисисты, для которых это были первые в их жизни соревнования. Вот сегодня у нас Дню защиты детей, внутренний турнир нашего клуба. Мы только что закончили играть малыши, самые маленькие, 5-6 лет. И вот сейчас после них старшая группа, ребята старшая группа будут играть в следующие свои соревнования. Первыми открыли турнир малышей возрастной категории 5-6 лет. Ребята показали игру не хуже, чем у взрослых. После всех соревнований матчей определились победители. Третье место завоевал Борис Путилин. Второе – Герман Бакал. И возглавил тройку лидеров Николай Минчев. Он рассказал, что хочет стать знаменитым теннисистом. А расскажи про правила. Как нужно мячиком пойти правильно? Нужно снизу вверх отбить, направлять в поле. А тяжело играть? Нет. Не тяжело? Да, не тяжело. После того, как наградили малышей, на корт вышли ребята постарше. Играли по два гейма. На этот турнир приехал и бывший воспитанник клуба Нанил Федоров. За 11 лет занятия этим видом спорта юноша стал победителем многих чемпионатов Украины и полуфиналистом европейских турниров. Сейчас занимается в Одессе. В Белгороде, ну, не знаю, мне кажется, все-таки не хватает кортов. Два все-таки мало. Людей довольно много. И, ну, время удобное выбрать, совмещать со школой и там с другими делами довольно сложно. И, пожалуй, тренеров. Ну, вот, чтобы было побольше тренеров и будет проще заниматься. Будет лучше заниматься? Да, конечно. Ну, чем больше тренеров, тем больше разнообразия. И каждый привносит что-то свое. В завершение этого праздника во Большого тенниса всех участников наградили почетными грамотами. А победители, конечно же, получили заветные медали. Татьяна Коваль, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ. Спасибо. 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 Спасибо.